ветер ветер ты могу ты гоняешь стаи туч издуваешь собака жидкость которую мой старый мойщик пытается набрызгать на стекло вот серьезно если вы живете в долине ветров остается только два варианта либо брать мойщика без распыления либо мыть руками так я думал пока не увидел atwell zoro z7 этот мойщик с бачком и распылением жидкости и он не боится ветра потому что смачивает стекло в прорезь микрофибры при такой системе вода не летит на мойщика раму кота помытое соседнее окно не сдувается ветром а эффективность распыления всегда сто процентов всем привет на канале быстробот и сейчас я расскажу об оригинальном мойщике квадратного типа от atwell помимо современной системы распыления у него интересный дизайн с мягкой ручкой и простая система управления как это все работает на практике и стоит ли этот робот своих 25000 попробуем разобраться по ходу обзора сперва посмотрим что находится в этой красивой коробке ошеломительно стильный мойщик с установленной салфеткой с несъемным страховочным тросом и удлинителем штура питания адаптер и шнур питания с евро вилкой каплевидный пульт батарейки придется докупить запасная салфетка пузырек с распылителем бутылка фирменного моющего средства по умолчанию в комплекте ее нет но я купил специально чтобы показать вам книжечка на нескольких языках включая русский комплектация полная можно прямо брать и пускать мойщика на стекло но делать этого я конечно не буду потому что нужно еще изучить характеристики кстати вот они и покрутить робота со всех сторон при знакомстве zoro z7 производит приятное впечатление квадратный угловатый и серым покрытием он будто прилетел прямиком с эндюранса самое интересное решение это конечно кожаная ручка она помещается в углубление корпуса поэтому высота мойщика всего 79 миллиметров с решетками на окнах проблем не будет при этом ручка удобная кнопка запуска под большим пальцем можно устанавливать одной рукой под затычкой на лицевой панели находится горловина бачка куда помещается 150 миллилитров воды почти втрое больше чем среднем у аналогов страховочный трос и шнур питания стянуты ремешком чтобы не спутывались и не мешали роботу выполнять его обязанности под кромкой лицевой панели имеется загадочная прорезь для чего она нужна выяснить не удалось похоже прорези только более широкие есть и по бокам через них выходит всасываемый воздух рабочие аксессуары традиционно находятся под нищем гусеницы они перемещают робота по стеклу всасывающая решетка тумблер питания сервисный разъем под затычкой в углах датчики поверхности через прорезь салфетки наблюдаем ряд точек это сопла через которые подается жидкость если вы думаете что они брызгают жидкость бурным потоком сносящим все на своем пути слегка умерьте ваши ожидания сопла очень маленькие их едва можно разглядеть а вода поступает микрокапельным путем достаточно ли этого для качественного мытья узнаем по ходу тестирования салфетка устанавливается на липучки надеть или снять ее не составит труда следует отметить что основание мощника плавает чтобы плотно контактировать с поверхностью даже если она не идеально ровно за дизайн и сборку зи 7 получает твердую пятерку подготовим его к работе чтобы начать тестирование для этого нужно выполнить определенную последовательность действий чтобы не запутаться давайте по пунктам первое ставим лайк и прожимаем подписку для этого нужно нажать под роликом изображение руки с большим пальцем палец показу отверх это важно и нажать кнопку подписаться стандартная процедура для всех мойщиков которые приезжают к нам на обзор ничего сложного второе собираем фрагменты шнура в единое целое кстати можете изучить обозначение на адаптере штекер шнура вставляем в адаптер штекер адаптера втыкаем удлинитель который идет от робота внимание здесь есть замок предотвращающий разделение шнура не забудьте прокрутить штекер когда все собрано втыкаем вилку в 220 переключаем тумблер и на кнопке загорается индикация третье ждем пока зарядится аккумулятор а тем временем заполняем встроенный бак для этого можно использовать фирменный пузырек четвертое привязываем страховку к надежному основанию код опять убежал так что используем тяжелый стол остается только прижать робота к стеклу и выбрать программу работы кнопки по джойстиком служат для выбора между сухой или влажной уборкой а также для отключения голосовых уведомлений ниже очень полезная кнопка при нажатии на которую робот делать неочередной пшик все мы любим смотреть как кто-то работает и давать дополнительные указания не так ли еще ниже двойная уборка по вертикали и горизонтали само собой управлять можно и вручную при помощи джойстика но в большинстве случаев эта опция вам не понадобится управление интуитивно понятное некоторые пользователи жалуются что нельзя выбрать траекторию движения n или зи образную но лично мне это не мешает теперь посмотрим сможет ли зоразе 7 справиться с уборкой окна рыжик ты готов начальное состояние окна я бы оценил как в меру загаженное кусков грязи не видно птичьих отметин тоже зато много поверхностной пыли и дождевых потеков следуя инструкции первым делом запускаем уборку и любуемся как робот ползает снизу вверх и обратно провода спокойно себе висят маневрировать не мешают гироскопу претензий нет робот проходит всю площадь окна работая вплотную к рамам и максимально заезжает в углы при этом промыть квадратный сантиметр в углу мешает датчики поверхности это стандартный изъян квадратных мойщиков вот как выглядит салфетка после сухой уборки микрофибра собрала много грязи и местами изменила серый цвет на коричневый устанавливаем чистую салфетку обрызгиваем ее моющим средством и запускаем влажную уборку зора проходит поверхность дважды натирают влажной микрофиброй и постоянно добавляет воды из бачка посмотрим на результаты грязи и пыли нет у стекла появился характерный блеск она стала прозрачным где-то ближе к рамам остались небольшие разводы но как по мне это не критично качество мытья меня вполне устраивает никакого визуального дискомфорта и аудиального кстати тоже уровень шума весьма скромный за окном робота почти не слышно особенно если у вас наушники от компании внутри помещения тоже нормально чуть больше 60 децибел помимо окон зорази 7 спокойно моет кухонные фасады при этом на щели не заезжает чтобы не сорваться на панелях ванной тоже чувствует себя уверенно и безрамные зеркала натирает до блеска без всяких проблем так что возможности использования мойщика ограничены лишь вашей фантазией при отключении электричества зорази 7 переходит на и бп и вежливо выражает свое недовольство чтобы снять робота со стекла у вас есть 40 минут вполне достаточно даже если вы ушли в магазин в крайнем случае зорази 7 упадет и повиснет на страховочном шнуре так что за сохранность драгоценного робота можно не беспокоиться подведем итоги зорази 7 очередной достойный робот от от вэл он выглядит чертовски стильно особенно с кожаной ручкой не удивляйтесь если вам захочется вымыть окна именно в тот момент когда должны прийти гости тем более что работает он тихо и разговаривать не помешает управление почти идеально повесил на окно и нажал кнопку уборки зорази 7 спокойно моет окна ветреную погоду за два цикла отмывает умеренное загрязнение и доводит стекло до блеска навигация четко под решетками проблем не возникает в целом отличный мощи квадратного типа можно смело брать на этом у меня все поддержите ролик лайками и подпиской заглядывайте в телеграм-канал там я выкладываю самые горячие предложения в том числе и помощником окон а пока пока и до новых встреч а